вы думаете людям интересно что вы сегодня ели где вы сегодня были где вы сегодня отдыхали люди пришли на youtube решать свои проблемы и соответственно есть два вида проблем первая проблема человек устал от своего начальнику не хочется увидеть рожат своих родственников может быть от своей жены или от своего мужа человек приходит на youtube чтобы просто поразвлекаться посмотреть интриги скандалы расследованиях только обосрал посмотреть клип посмотреть голых девочек ну то есть расслабиться контент развлекательный посмотреть и второй тип по контента который решает проблему людей которые пришли на youtube это решить какую-то свою боль проблему в плане может быть человек хочет узнать как зарегистрироваться в инстаграме или человек хочет узнать сколько например сегодня стоит биток или человеку хочет узнать как продвинуться в интернете второй вид контента это образовательный на канале youtube есть два вида контент это развлекательный и познавательный поэтому для того чтобы на ю тубе набрать много просмотров или чтобы ваше видео смотрели вы должны решать боли зрителей которые пришли к вам на youtube канал и так в этом видео мы с вами сегодня поговорим как набрать большее количество просмотров или как за так чтобы мои видео набирали больше просмотров чем обычно и соответственно что нужно снимать для того чтобы видео набирали просмотр итак записайтесь ништяками будет интересно погнали всех приветствую с вами на связи fucking game тот кто меня знает я интернет предпринимать и немножко ютубер на сегодняшний день мой youtube канал генерирует представьте более 40 тысяч просмотров ежемесячно я не вкладываюсь вообще в рекламу это чисто органика сегодня как вы уже поняли мы будем говорить на такую тему почему большинство людей не выстреливают видео не набирать вообще видео просмотра также я сегодня вам дам рекомендации расскажу что нужно снимать на youtube потому что у меня есть реальный опыт пожалуйста скриншоте сейчас здесь вам покажу своего канала и в данном видео я надеюсь мои рекомендации вам помогут также пишите свое мнение в комментариях по поводу того набирает вообще ваше видео просмотры или нет и также есть ссылки в описании добавляйтесь ко мне в друзья в социальной сети будем с вами дружить и общаться всегда рад новым контактам и так начнем с такого момента что проблем большинства людей люди приходя на youtube снимают то что они хотят они то что хочет зритель то есть на ю тубе вы должны понять нужно снимать то что решать проблемы и более людей а не то что вы захотели вы думаете вот вы захотели снять что вы сегодня покушали это никому не интересно что вы сегодня покушали где вы сегодня были какой у вас классный там дом есть только вы там не звезда и не такой не масштабный человек кто в этом случае нет это первый момент второй момент проблема людей они снимают успешные успеха либо поверхность информацию я вам скажу так или youtube не любит когда льют воду и большинство людей этого не понимаете youtube любит конкретику вот когда конкретно пошагово вы что-то объясняете как сделать там то 5 как говорится 10 в этом случае youtube хорошо такие ролики заходят youtube робот начинают такие ролики продавать я вот сам вижу что где ролики вот у меня четко сняты они прям набирают просмотры где я не лью воду но есть но на ю тубе настолько сейчас много роликов что алгоритмы youtube работают непонятным образом я уже на это даже видео писал как у меня видео по непонятным причинам выстреливать давайте я его размешу в правом верхнем углу в подсказках посмотрите довольно таки интересное видео и соответственно мы не можем вообще знать выстрелить видео или не выстрелит видео понимаете вы можете снять видео я не знаю на две камеры профильной профессиональные рассказывать там класса но ваше видео вот у меня есть тоже знакомый у меня там кулинария на заниматься несколько камер снимаете а толку а видео ничего не набирает 20-30 просмотров понимаете то есть youtube поливать супер у вас качество две у вас камеры или три у вас как то есть ю тубу роботу плевать youtube робот понимает по-другому он видит что видео долго смотрится значит она интересна поднялись лайки какие-то там комментарии у начать это видео продвигать продвигать выше в поиске чем дольше 8 потом в похожие до рекомендовать в остальных случаях видео как бы ты не снял и если она быстро закрывается youtube продвигать не будет то есть вот это нужно понимать а соответственно если вы рассказываете про какой-то успешный успех то видео как правило будут сразу закрывать долго его не будут смотреть на неинтересно видео даже захватывать сразу для того чтобы набирать просмотры вы должны записать интересный контент я вот вам приведу пример например я вот только недавно записал видео она как удалить подписчиков в instagram это реально полезное видео посмотрим может быть она берет просто до этого я записал банальное видео как в инстаграме в истории добавить свою историю то есть отметить человека в чужой истории добавить чужую историю к себе вы не поверите это видео за 6-7 месяцев набрал сто тысяч посол казалось бы банальше но это бы начну люди не знают люди хотят узнать как это сделать видео формате по шагу соответственно это видео завирусилась потому что я качественно все там объяснил приведу при второй пример я зашел на канал человека и увидел как изменить название youtube канала в телефоне у меня было просто а тут в телефоне опять же смотрю думаю доведу это запрос смотрю этот запрос имеет огромное количество просмотров сначала нужно анализировать еще в ютубе думаю почему мне не записать такое же видео на такой запрос объясняю что мной движло во первых то что телефонный трафик сейчас на ютубе растет большинство людей не хотят таскать с собой ноутбуки люди в дороге люди в потоке в движении они хотят упростить движение своим канал то есть заниматься своим каналом и делать настройки через телефон сразу же не отходя касса это удобнее поэтому большинство людей юзают сегодня как изменить название youtube канал не с компьютера именно с телефон я решил сделать такой вопрос то есть я понимал боль людей что у людей проблем они не знают как с компьютер там как бы все прочь вот как это сделать телефон и я людям показал как это сделать с телефона и соответственно получается это видео тоже завирусился набирает и набираю сейчас просмотр огромный вот пожалуйста то есть к чему нужно снимать ролики первое который ну а брат если это образовательная сфера которая бьет именно в проблемы человека до в более он хочет решить проблем в этом случае то есть тогда ваше видео есть вероятность что не будет набирать просмотры нужно постоянно ролики снимать потому что мы не знаем какие ролики выстрелит какие не вышли тебя будет тоже классно ролик записываю надеюсь что он выстрелит вам бац и не выстреливает понимаете а бывает реально он записал что-то от балды болями она набирает просмотры закономерности на ютубе никакой нет просто нужно пилить ролики нужно решать более людей то есть youtube на ютубе в воду люди не любят любят конкретику где пошало раз два три как говорится рассказывается четко без воды показываются это заходит на ура развлекательный контент здесь точно такая же стратегия если это клип и понятно клипы там с девушками они больше заходят без девушек меньшей зависимости какая музыка также всякая политика понятное дело это любят обсуждать там какой там принял закон путин почему путин подписал это там то есть все что в мире происходит тренды это нужно обсуждать это заходит то есть это развлекательный как поэтому на ютубе нужно вот бить именно в проблемы людей либо они хотят отдохнуть посмотреть там какой-то сарказ кому-то написать какой-то хейт написать так как у них и так все плохо да я никому нибудь кто много зарабатывать какую девицу ты чё так много слышать зарабатывать дай-ка я тебе на ты почему тут рассказываешь не такой дак я тебе на ютубе напишу что ты мудак то есть вот это как бы работает такая такая страна людей есть поэтому здесь уже зависимости какой вы будете контента выбирать я например за образовательный контент не и как с каналами нравится youtube работать напомню то что я работаю занимаюсь youtube каналами мне больше нравится образовательный контент продвигает потому что я сам такой канал виду мне нравится развиваться чем всякий треш непонятно что то я тоже будет клипа смотрю тоже какие-то развлечения но по большому счету мне больше образовательный контент нравится то есть не плавно мы подходим такому моменту что снимать на ютубе я считаю если вы начинающий ютубер то то, во-первых, нужно снимать то, в чем вы разбираетесь. Соответственно, разбираетесь вы там, как чинить машину. Ну и показывайте там, если у вас есть гараж, как чинить машину. Пятое-десятое, превращайте свою... Рассказывайте, это интересно, качественно снимайте. И, возможно, ваш ютуб-канал... То есть решайте более людей, как починить то-то. Если у вас там сцепление, скрипит что-то, как это сделать. Вот так вот. Если вы юрист, то рассказывайте. Это уже образовательный контент. То рассказывайте то-то, то-то, то-то. Если у вас там развлекательный контент, то здесь другая стратегия. Нужно уже придумать тут тоже разные. Там могут быть и слайд-шоу, могут быть и какие-то там скандалы, расследования, экстриги. Но, опять же, не каждый контент на ютубе сейчас монетизируется. То есть вам нужно еще определиться с целью, что вы именно хотите снимать на ютубе, для чего вам ютуб-канал. То есть я продаю как бы на свои услуги, продвигаю себя. То есть мне выгодно образовательный. То есть я вообще рекомендую вам образовательную нишу продвигать. Почему? Потому что в образовательной нише можно монетизироваться. Не нужно много просмотров. Можно иметь 30-40 просмотров, но с 30-40 просмотров продать свои услуги и уже заработать десятки тысяч в зависимости, что у вас за услуги и какая у вас экспертность. А в развлекательном контенте там больше, конечно же, на трафик. То есть чем больше трафика просмотра, тем больше вы можете заработать за счет рекламы. То есть если у вас канал образовательный, но он в какой-то нише, которая реально в высокой емкости, то вы можете дополнительно и на рекламе зарабатывать, и дополнительно на своих услугах. Вот как у меня, у меня где-то по доллару в день капает с рекламы. 30-40 долларов я на ютубе заработаю помимо того, что я еще занимаюсь продажей своих услуг. Если каждый из нас в чем-то разбирается, то просто начать, чтобы не перегореть, вы должны в этой нише реально желать, хотеть и в ней разбираться. Потому что вы 3-4 ролика, если в нише, в которую вы не шарите, возьмете для тестинга, запишите, а дальше у вас просто идеи пропадут. А чтобы у вас идеи не пропадали, вы должны в этой нише быть спецом, но опять же анализировать. Развлекательная ниша, там все посложнее, сейчас очень трудно каналы раскрутить, да и заработок там не очень такой. Чтобы там реально много зарабатывали на рекламе, нужно огромное количество просмотров. Тем более сейчас от монетизации отключают только так. А когда вы, занимаясь образовательным контентом, продаете свои услуги, вы от монетизации не зависите. Потому что неважно. Есть вот у меня на канале 3 года не было монетизации, я все равно зарабатывал, так продвигалась. Вот моя личность, моя узнаваясь, люди ко мне добавлялись, друзья, покупали какие-то мои услуги, у меня консультируются, я всегда зарабатываю. То есть здесь всегда в этом плане есть плюс. А монетизация, реклама это все лишь дополнительный бонус ко всему. Но на этом я с вами буду видео, друзья, заканчивать. Ставь лайк данному видео, если не согласен, ставь дизлайк и пиши свое мнение в комментариях. Также напишу в комментариях, какой канал у тебя образовательный или развлекательный. Удается на канале что-то заработать или нет. Также подписывайся на мой канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить очередные полезные видео. Еще будет очень много роликов по YouTube каналу и не только. И вообще об интернете, о фрилансе, так я зарабатываю давно на фрилансе. Ну и обязательно можно поделиться с друзьями с данным видео, возможно кому-то оно будет полезно. Ну и что, приглашаю всех в друзья, добавляйтесь ко мне в друзья все ссылки в описании на мои соцсети. Это Facebook, VK, Instagram. И в принципе что, всем успеха. С вами на связи был Фокин Евгений, увидимся на просторах интернета. Субтитры сделал DimaTorzok